Продолжение следует... С 30 ноября по 11 декабря 2020 года. Количество экспертов на этот раз будет существенно больше, а подключиться к площадкам через интернет смогут все желающие. За новостями форума можно следить в социальных сетях и в телеграм-канале. Продолжение следует... Здравствуйте! Продолжается третий дальневосточный православный медиафорум «Доброе слово». Он проходит при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020». Официальный партнер мероприятия фонд имени Конрада Аденаура. Наш форум стал уникальной коммуникационной площадкой для духовенства, прислужб епархии, светских СМИ, блогеров, общественников, педагогов. На его площадках знакомятся и зачастую впервые разговаривают люди, которые в обычной жизни, к сожалению, не встречают или избегают встреч. Возникают знакомства, которые позже вырастают в новые медийные проекты. Обычно форум сопровождается большим городским праздником. Со спартакиадой казачат, открытием байкерского сезона, автопробегом от храма к храму, выставкой. Два раза для Биробиджана он становился большим городским праздником. И было решено проводить его ежегодно во всех по очереди столицах субъектов Дальнего Востока. В этом году мы должны были проводить его в Южно-Сахалинске. Но пандемия скорректировала наши планы, и вот уже вторую неделю форум проходит онлайн. На сегодняшней секции мы поговорим о том, как выстроена коммуникация в церкви, общества и власти в разных странах, как она изменилась в этот непростой год, и появились ли новые форматы взаимодействия. Эту встречу проведу я, председатель Союза журналистов Еврейской автономной области Наталья Мурье и директор Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» Александр Зубрицкий. Александр Николаевич, рада вас приветствовать и прошу представить участников нашей встречи. Большое спасибо наш уважаемый модератор, уважаемая Наталья. Здравствуйте, уважаемые друзья. Для меня большая честь представить сегодня участников нашего высокого форума, участников мероприятия нашей международной секции. Это профессионалы в свое дело, и благодаря выступлениям наших участников мы имеем возможность планировать дальнейшее развитие международной программы Православного медиафорума. Итак, я представляю наших гостей. Это Юрий Милославский, писатель, поэт, историк литературы, журналист. Юрий Георгиевич сегодня живет, работает в США, в Нью-Йорке. Это Влада Клокова, шеф-редактор журнала русскимир.ру. Это Анна Шафран, телеведущая, автор, ведущая программы «Главная» с Анной Шафран на телеканале «Спас». И не только. Анна Шафран ведет авторские программы и на «Вести.ФМ». Я думаю, что многие из нас с удовольствием знакомятся с Анной Шафран, с ее творчеством, с ее мыслями в социальных сетях. Это Виктор Михайлов, главный редактор, издатель новости Узбекистана. Это Юркин Шокурлаев, автор интернет-проекта «Священный Коран» и «Хадисы». Михаил Якушев, генеральный директор аналитического центра «Катехон». Алена Кочкина, военкор, журналист, директор фонда поддержки и развития мототуризма «Волна памяти». И романах Венедикт Кочергин, пресс-секретарь Свято-Георгиевского мужского монастыря Берлино-Германской епархии Русской Православной Церкви. Это Снежана Тодорова, председатель Союза журналистов Болгарии. И Сергей Пантелеев, директор Института русского зарубежья. Уважаемая Наталья, уважаемые участники сессии, уважаемые друзья, несколько слов для нас, для фонда «Русский мир», для его дальневосточного филиала. Важно участвовать в организации сегодняшней секции. Мы разделяем, уважаем идеологию медиафорума, разделяем цели, задачи важного мероприятия, видим перспективы развития, поддержка соотечественников, русскоязычных средств массовой информации, средств массовой информации, которые пишут России, пишут на русском языке и не только. Это и наша деятельность в том числе. Популяризация русской культуры, популяризация наших ценностей, в том числе за рубежом, это, безусловно, важнейшая задача государственной важности. И без сомнения, русская православная церковь является важнейшей культурной, духовной доминантой нашей цивилизации. Но сегодня человек, человек русского мира, как никогда нуждается в помощи, нуждается в поддержке, он нуждается в возврате наших традиционных, нравственных, моральных ценностей. И, безусловно, церковь, другие конфессии, другие мировые религии, которые представлены в русском мире, в том числе ислам, это главный кровь нашего человека. Человек русского мира нуждается сегодня в правде, он нуждается в слове, которое несет правду. И здесь немаловажная роль, конечно, журналистики, каждого отдельно взятого журналиста, средств массовой информации, которые и могут, и, наверное, должны и обязаны внести это слово правду. Абсолютно с вами согласна, Александр Николаевич. И можно сказать, что 2020 год поставил новые вызовы перед церковью, властью, журналистами. Мы учились работать и жить в новых условиях. Например, во многих регионах России главный праздник – Пасха – впервые проходил без прихожан. А при существенном сокращении внешних связей люди все чаще стали обращаться к нам. к внутреннему миру. Из самоизоляции мы вышли другими. Запросы общества существенно поменялись. От СМИ все больше ждут хороших новостей и жизнеутверждающих историй. Люди устали получать ковидные сводки и жить в постоянном страхе за свою жизнь и жизнь близких. Вырос запросы к церкви. Ведь именно она в тяжелые времена дает людям надежду. Выстроенная коммуникация церкви и общества изменилась. Потребовались новые форматы взаимодействия. Как выходили из ситуации в разных странах? Мы сегодня обсудим с нашими экспертами. И первый вопрос. Юрий Георгиевич, хотелось бы, конечно, задать вам. Можно ли сказать, что эти тенденции, характерные для Соединенных Штатов Америки, на ваш взгляд, изменился ли запрос аудитории в связи с пандемией? Вместе с тем, вы один из самых видных, известных наших пассионарных соотечественников США. Вы, как никто другой, понимаете важность деятельности русской православной церкви за рубежом, в частности, в Америке. Роль церкви и ее деятельность для сохранения идентичности русского мира в США, для сплочения наших соотечественников, для их поддержки. Можете ли вы сказать на вашем примере, каким образом эту систему взаимодействия встроена в СМИ России и США? Какова их роль в этой потенциально благотворной совместной деятельности? И как выглядят отношения русской православной церкви и американских властей? Давайте по порядку, спасибо. Меня слышно, я надеюсь, да, еще нет? Да, да, и видно. У меня работает система, да, значит, меня слышно. Итак, для начала я бы хотел сказать, что вот буквально третьего дня я как раз беседовал с высокопреосвященным архиепископом Гавриилом, монреальским и канадским, главой комитета русской православной молодежи при Синодии Русской Зарубежной Церкви. Мне по своей работе приходится заниматься еще и Канадой. Так что я могу говорить о Северной Америке. Почему я вспомнил сейчас о Владыке Гаврииле? Потому что он очень заинтересовался нашим сегодняшним, так сказать, собеседованием. И, кстати, он является прямым потомком тех самых харбинских иммигрантов, того самого дальневосточного исхода. И он сохранил, будучи третьим поколением, дорогие господа, братья и сестры, третьим поколением он сохранил идеальный русский язык. Вы никогда не распознаете, что он большую часть своей жизни проводит вне России. И он надеется, что сегодня все у нас будет благополучно. Что касается взаимоотношения Церкви и тех или иных государственных институций, это явление достаточно общее для всех держав Северной Америки в частности. Я не могу сказать, что есть какое-то, как бы сказать, какое-то вмешательство или какие-то попытки повлиять на ход жизни Русской Православной Церкви на протяжении всех тех лет, по крайней мере, которые я присутствую за пределами России и являюсь непосредственным участником этой ситуации. Сейчас в этот год, надо сказать, конечно, произошли несколько очень важных внутренних перемен в умонастроениях прихожан Русской Православной Церкви. Многие научились по-настоящему ценить возможность просто ходить в Церкви. Когда угодно, сколько угодно, когда постоянно идут службы. Сейчас надо заранее записываться, чтобы попасть на службу. И чаще, чем два-три раза в месяц никто не попадет, в частности и в Канаде, и в большинстве городов Соединенных Штатов. В Нью-Йорке положение полегче, хотя там недавно хотели, так сказать, был такой, так сказать, приступ, очередной приступ борьбы с пандемией в эти рождественские, западного рождества, разумеется, сезон. Но, слава Богу, удалось предотвратить наиболее неприятные вещи. Но во многих храмах ограничено присутствие людей, в частности, я знаю, бывает в случае 10 человек и 2 человека. Разрешается. То есть, прошу прощения, этот служащий священник и псаломщик. Это все. Вот сейчас я недавно должен побывать в Монреале был, и в Монреале 25 человек разрешается всего. Из них 18 человек могут находиться в церковном корабле, а прочие это хористы, псаломщик, священнослужители, диакон. Кого? Пусть. И эта ситуация, конечно, всех утомляет, мучает, но, тем не менее, и это очень важно помнить, это по-новому позволило многим людям оценить возможность существования русской церкви. И, в частности, русскому миру надо бы подумать, я думаю, это главное, что я хотел бы сегодня сказать, подумать о том, что необходимо использовать как свои площадки для распространения именно русских ценностей. Это церковно-прихорские школы. Это то место, где сохраняются русский язык и русская культура. В русской эмиграции есть особый опыт, как в эмиграции, прибывшей от потомков с Востока, с Дальнего Востока, из Запада. Опыт этот общий. Русская культура, русская православная культура, русский язык сохраняется в пределах церкви, даже не в пределах семьи. Семьи могут потерять. Но те, кто посещают православный, так сказать, образовательный уровень, вот эти вот наши церковно-прихорские школы, те сохраняют русский язык навсегда. И не спрашивайте меня, почему так получается. Я много лет преподаю в таких школах, но почему именно там сохраняется, а в, как сказать, секулярных русских школах зарубежных не сохраняется, вот этого я не знаю. Есть специальные исследования по этому поводу, я скажу только, что это именно так. Поэтому русскому миру, может быть, было бы очень важно начать работать с русскими церковно-прихорскими школами за пределами России. Пока все. Большое спасибо, Юрий Георгиевич. Я помню ваше блестящее выступление на юбилейной конференции Фонд Роскомир в Москве. Действительно, я для себя обратил внимание, что вы говорили об этом, об этом пути для нас. И я с вами абсолютно согласен. И очень важно для всех присутствующих, как вы слышите из ваших уст, из уст уважаемого соотечественника, информацию о ситуации, о положении сейчас в Соединенных Штатах Америки. Большое спасибо вам. Уважаемая Лада Валерьевна, журнал русскимир.ру уникальный, он распространяется по всему миру. Он популярен и востребован среди соотечественников, иностранцев, изучающих русский язык и любящих Россию, любящих нашу культуру, историю. На ваш взгляд, какую роль журнал сегодня играет в целом для соотечественников за рубежом? Кроме того, хотелось бы узнать ваше мнение. Какое место вы отводите в журнале материалом о деятельности Русской Православной Церкви, о деятельности других конфессий России, русского мира в целом, и почему? Что касается пандемии, не можем обойти и вас в связи с этой коронавирусной инфекцией. Можно ли сказать, что запрос вашей аудитории изменился в связи с пандемией и ее последствиями? Ранее спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада всех видеть, особенно тех, с кем знакомы лично. Александр Николаевич, большое вам спасибо за приглашение. Алена Кочкина, Еркен, здравствуйте. Очень приятно вас всех увидеть в добром здравии. Ну что, на самом деле, в общем, да, пандемия оказалась таким не самым простым испытанием. И, как понятно, наверное, я вот сейчас сижу дома, в Москве практически все, кто мог привести своих сотрудников на удаленную работу, в общем-то, это сделали. Что касается нашего журнала, дело в том, что журнал «Русский мир», он вообще-то, наверное, очень хорошо соответствует названию вашей конференции, потому что с самого начала, с самого основания журнала мы практически, в общем, и ставили своей целью уйти от негатива, уйти от плохих новостей, показать, насколько интересна жизнь в современной России, показать, насколько велико наследия прошлого русского. И, в общем, стараемся всем этим до сих пор и заниматься. Дело в том, что вот я немножко перебью с вопросами, не по очереди на них буду отвечать, если позволите. По поводу аудитории. Ну вот, именно в силу того, что я только что сказала, запросы нашей аудитории, они, в общем-то, не изменились. Аудитория, наши читатели, как обычно, ждут от нас интересных материалов об истории России, о литературе русской, о культуре, о соотечественниках интересных, которые занимаются либо благотворительностью, либо делают что-то совершенно безвозмездно, какие-то добрые дела. Интервью с ведущими деятелями науки, культуры, искусства и так далее. В общем, мы стараемся все это, естественно, в каждом номере преподносить. Вопрос в том, что, наверное, трудно в такой ситуации не обращать внимания на то, что вокруг происходит. И, естественно, об этом мы тоже пишем. И мы публиковали тексты и о пандемии, о том, как люди справляются с этой проблемой в разных странах. Были у нас репортажи из США, были репортажи из Италии, из Ирландии, были, естественно, из России, российские репортажи. И надо сказать, что вот очень интересный момент. Благодаря сайту мы можем отслеживать посещаемость текстов, понимать, насколько читаются те или иные тексты. И вот, вы знаете, очень интересный момент. тексты, связанные с пандемией, тексты, связанные с тем, как приходится людям выживать и чувствовать себя в этих условиях, они, надо сказать, в общем, были не особо читаемы. Вот как раз то, что я сказала выше. Все равно продолжался, основной поток читателей все равно приходился на тексты, связанные с историей, с культурой, с современной жизнью России. И очень резко вырос запрос читательской аудитории на наши постоянные тексты, в которых мы рассказываем в рубрике «Путешествия» или «Города России», в которых мы рассказываем о препартажном таком стиле, мы рассказываем о городах или о деревнях, о краях и так далее. У нас даже бывают довольно часто такие вещи, как путешествия, что это такое. Допустим, наш автор идет по следам кого-либо из известных путешественников или известных исторических персон. У нас в прошлом номере началась публикация такого материала по следам Ермака, например. В январском номере она будет закончена, эта публикация. Что касается взаимодействия с церковью и с публикацией текста по жизни церкви в России, и не только в России, и не только церкви, но и представителей других конфессий. Конечно, с самого начала мы тоже, естественно, уделяли и продолжаем уделять огромное внимание этому сегменту тем, потому что, ну а как иначе? Как можно оторвать русскую историю, развитие русской культуры от церковных дел? Это совершенно невозможно. И, скажем, я, к сожалению, могу признать только одно, что у нас проблема с буддизмом. Скажем так, у нас, насколько я помню, за все наши годы выхода было всего пара-тройка материалов о буддизме в России, к сожалению. А что касается православия, что касается ислама, что касается даже старобрядчества, это у нас постоянно происходит. И более того, в числе наших авторов есть и сами старобрядцы, вот и такое у нас присутствует. Есть мусульмане, кстати. Вот. И мы вполне себе очень так стараемся выдерживать некий баланс, да, в этом смысле. Не мне судить, насколько у нас это хорошо получается, это, наверное, дело читателей. Хотелось бы, единственное, что добавить, что есть, наверное, большая проблема в самой этой теме, да. почему, ну, как мне кажется, почему. Существует два аспекта проблемы. Первый аспект – это то, что, ну, мы относимся все-таки к светским СМИ, да, и вот первый аспект – это то, что представители церкви и светские СМИ, светские журналисты, они все-таки разговаривают на разных языках, к сожалению, да. И второй аспект этой же проблемы – это то, что, опять-таки, к большому сожалению, среди светских журналистов очень мало людей, которые могут профессионально справиться с подобной темой. Вот. Ну, я не знаю, насколько нужно сейчас говорить об этих проблемах, я просто их обозначила, да. Я думаю, что нужно, чтобы решить эту проблему, нужно движение с обеих сторон, как со стороны представителей церкви, так и со стороны, естественно, журналистского сообщества. Ну, вот как-то вот так вот, Александр Николаевич. Влада Валерьевна, спасибо вам огромное за вашу работу, которую вы проводите с нашими соотечественниками, и как раз-таки та проблема, о которой вы говорите, наш форум и призван устранить эти пробелы, выстроить коммуникацию представителей светских СМИ и духовенства, чтобы работа была гораздо более плотно выстроена, и не было пробелов в ней. И следующий выступающий, Шакурлаев Юркин, мы просим поставить видеоролик, который Юркин подготовил для сегодняшнего мероприятия. Добрый день, здравствуйте, ассалам алейкум, наши уважаемые участники Круглого Стола. Я хочу вкратце рассказать о совместном проекте Фонда Русский Мир и Совет Муртик России в области цифровизации, в области доступности нашего Священного Писания, Священного Корана. Изначально возникла необходимость предоставить почитателям Священного Корана доступ не только в бумажном виде, но и в цифровом, скажем так. То есть, изначально был создан некий дисковый продукт, который нужно было покупать, вставлять в компьютер и так далее, и тому подобное. Но затем, по требованию времени, этот дисковый продукт был переведен опять-таки при финансовой помощи Фонда Русский Мир в мобильное приложение. На сегодняшний день все прихожане мечетей, просто люди, интересующиеся Священным Писанием, в любой точке мира, как только появится желание, могут скачать себе это приложение и использовать его на благо. Уникальность этого приложения в том, что оно двуязычное. Есть оригинальный текст Священного Писания на арабском языке и озвучка на арабском языке. И есть два перевода на русский язык, которые, великолепнейший стихотворный перевод Иман Валерии Пороховой «Царство Енебесное». И следом, по просьбе всех пользователей, был внедрен прозаический перевод Эльмера Кулиева. Их можно сравнивать между собой, можно закладки ставить в интересных местах. И мобильное приложение внедрено систему поиска, можно задать слово и получить неким списком везде, где это слово встречается в Коране и в хадисах. Да, немаловажный фактор. в мобильное приложение внедрены 200 хадисов пророка и хадисов Хочу закончить свое краткое выступление тем, что мобильным приложением, повторюсь, можно пользоваться из любой точки мира и не только в плане религиозного образования, но и общечеловеческого, потому что священный Коран является святыней общемировой. Спасибо за внимание. Большое спасибо за видеоролик, за ваше сообщение, уважаемый Юркин. Действительно очень интересный важный проект. Хотел бы задать вам несколько вопросов. Как вы считаете, известные события, которые связаны с пандемией, отразились на интересе аудитории к вашему проекту, на выборе аудитории тем, вопросов? Россия многоконфессиональная страна, страна дружба народов, это правда. Как вы считаете, может ли ваш проект быть использован как пример для деятельности других организаций, других конфессий России, в том числе и для решения задач взаимодействия церкви, конфессии, власти, общества? Здравствуйте. Во-первых, большое спасибо за приглашение на этот состоятельный форум. Как Лада отметила, всех, кого знаю, отдельно приветствую. Очень приятно всех видеть. Отдельно хочу поприветствовать земляка Виктора Михайлова, Виктора Ка, салам алейкум, мой лично незнакомый, но в фейсбуке я с вами, так сказать. Александр, отвечая на ваши вопросы, я бы хотел сказать, что этот проект именно и задумывался, как объединяющий межконфессиональный проект, потому что тогда, когда он задумывался, еще о цифровизации не сильно кто-то и размышлял. То есть, это, я считаю, прозорливость муфти Равиль Гайнудина, который обратился с просьбой к Вячеславу Алексеевичу Никонову, а дальше уже поддержка непосредственно руководства фонда в лице директора Кочина и Вячеслава. То есть, не пришлось даже сильно уговаривать, потому что вопрос был ясен, что для того, чтобы народ хотя бы начал понимать, разбираться, что ислам это не равняет за терроризм, это одна из основополагающих мировых религий, что Коран воплощает в себе миролюбие и все общечеловеческие позитивные параметры, скажем так, было принято решение создать этот продукт. Ну и как в ролике отмечено, после создания мобильного приложения использование, скачивание и вопросы просто на порядок увеличились. Что касается использования во время программы, оно реально, то есть не подумал, можно было даже график дать, то есть за эти полгода программа была скачана в три раза больше, чем за предыдущие три года, скажем так. То есть это говорит о том, что интерес увеличился, и использование, как бы, люди сидят дома, понятно, что не по собственной воле, но какими-то вопросами интересуются, изучают. Мало того, я что скажу, очень неприятные события произошли во Франции, которые не будут глубоко углубляться, я считаю, что это во многом манипуляция, диверсия и так далее и тому подобное, но после этих событий был просто резкий скачок скачивания. Это тоже говорит о том, что люди хотели разобраться сами, не читать ангажированные СМИ, как Анна тут отметила, нету независимых СМИ. То есть вот такие факты, они показывают, что тот, кто интересуется, найдет, что ему нравится сам и с удовольствием. В продолжении сотрудничества фонда и Совета Муфтик в России могу сказать, что планировали успеть до 9 мая, не успели, но именно после завершения весеннего скажем так карантина летом была выпущена книга, посвященная 75-летию нашей победы в Великой Отечественной войне. Книга называется «Священная война». Но если брать аннотацию, она именно говорит о взаимодействии духовного управления мусульман в Великой Отечественной войне. то есть в очень подробной форме рассказывается, каким образом мусульмане Советского Союза встали в единый строй в борьбе с агрессором, с ненавистным и как это все происходило. надеюсь, я ответил на ваш вопрос, я готов и дальше, потому что самому генерировать я не такой опытный, как все вы здесь, мои коллеги, я назову вас с вашего позволения, поэтому мне проще задавать те вопросы, я готов отвечать. Спасибо большое, я думаю, что в конце, после того, как каждый сможет высказаться, мы сейчас можем обсудить и задать друг другу вопросы. Благодарю вас и вопрос Виктору. Виктор, вы представили Узбекистан, являетесь известным журналистом, редактором, издателем. В контексте сегодняшней темы телемоста можете ли вы рассказать о роли и месте Русской Православной Церкви в Узбекистане, о том, каким образом СМИ является определенным мостом между Русской Православной Церковью и обществом, кроме того, что можно сказать о деятельности по развитию взаимодействия разных конфессий ислама в Узбекистане с властью и обществом. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно быть приглашенным на такое интересное мероприятие. Йоркин и Кесис, Геката Рахмат за теплые слова. Действительно, вопрос, который вы мне задали, я, в общем-то, немножко готовился, он интересный и важный. Дело в том, что в Узбекистане сейчас готовится новая версия закона о свободе совести и эта версия закона очень сильно отличается от того, что было более либеральная версия этого закона. И я должен сказать, что традиционно в нашей стране очень толерантное отношение ко всем религиям и безусловно, что роль православной церкви велика вот как раз-таки в связи между конфессиями. И об этом очень много говорится и много сказано, но я хотел бы как бы какую-то ложку дегтя добавить во все, что говорили, продолжить на той же самой волне негатива. Дело в том, что мы сейчас проводим очень интересное журналистское расследование о деятельности некоторых протестантских сект в Узбекистане. И когда мы говорим о них, то эти секты вербуют или как мы это называем, вербуют очень активно мусульман и результатом этого являются человеческие трагедии, когда у людей отнимают какую-то собственность, возникают трагедии, когда умирают люди и не знают, на каком кладбище их похоронить. Но есть еще одна проблема и, как нам кажется, она очень серьезная, когда протестантские секты вербуют мусульман, особенно в провинции, уговаривают их каким-то вот этим самым этой конфетой или морковкой является поездка в Южную Корею для работы якобы на высокие зарплаты. И там эти молодые люди, мусульмане по своему рождению и те, кто имел какие-то базовые знания об исламе, став протестантами, уже в Южной Корее превращаются в радикальных мусульман и уезжают воевать в Сирию. И вот нам кажется, что роль русской православной церкви вот в работе в разъяснительной должна иметь какое-то большое значение. Почему? Потому что если у большей части городского населения есть понимание того, что есть русская православная церковь, потому что она представлена в крупных городах Узбекистана, а вот в провинции такая деятельность христианских сект, она как-то знаете, переносится на всех христиан, в том числе и на православных. И вот этот элемент образованности, образования, пояснения, разъяснения становится каким-то очень важным моментом. И то, о чем вы должны все время помнить и не забывать, и роль СМИ, наверное, должна быть какая-то особенная, и взаимодействие с нашей православной церковью, оно должно перейти на какой-то другой качественный уровень и пояснить, что есть, что и кто есть, кто становится крайне важным. В противном случае я боюсь, что конфликты, которые возникают, особенно в каких-то отдаленных местах, они могут привести к достаточно серьезным последствиям. Вот я попытался такой тренд задать, он немножко может быть негативный, но те факты, которые мы сегодня получили, в виде интервью, которые мы взяли, они, честно говоря, ужасают, потому что эти человеческие трагедии, вряд ли их можно просто так описать. Ну вот, это достаточно короткое выступление, я с удовольствием отвечу на любые вопросы, которые связаны с Узбекистаном и с той дружбой, которая, в общем-то, сложилась еще со времен Советского Союза, потому что нельзя забывать, что Узбекистан принял огромное количество людей во время Великой Отечественной войны, особенно детей-сирот, которые получили, знаете, какое-то уникальное, уникальные какие-то знания. Я еще воспользуюсь тем, что Йоркен Кер сказал очень интересные слова о книге, я, к сожалению, не знаю, потому что мы занимались таким проектом роли вообще о создании духовного управления мусульман Средней Азии во время как раз это было Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, там был очень интересный факт о том, как основатель или главный муфти Шон Бабаханов в 43-м году, кажется, вот он с такой идеей приехал в Москву, у него была встреча со Сталиным и Сталин, представляете, 43-й год, ему было 11 минут выделено, но они разговаривали почти 9 часов, после чего было принято решение о создании духовного управления и Шон Бабаханов очень много сделал, вот как раз таки, да, вот к сожалению, я этой книги не знал, но очень много да ладно, мы надеюсь сможем в фонде какое-то количество экземпляров в Ташкент выйдем. Да, это было бы очень важно, потому что это вот как раз таки о толерантности и о взаимодействии конфессий, я думаю, что это было бы очень важно и даже в самом духовном управлении должны знать о роли фонда русского мира о вот таком вкладе. спасибо огромное, мне очень приятно было сегодня выступить, я готов отлично любые вопросы. Спасибо. Микрофончик Александр Николаевич включите, пожалуйста. Спасибо, Виктор, очень интересный важный доклад, важное сообщение, да, вы говорите, что эта информация негативная, я бы даже сказал плачевная, но в то же время она полезная, важная, я думаю, что найдет определенное внимание эта информация со стороны заинтересованных компетентных лиц, организаций, органов. Узбекистан, кстати, для Владивостока с одной стороны далекая республика, с другой стороны близкая, нас, наверное, вы знаете, работает Генеральное консульство Узбекистана во Владивостоке и очень авторитетный Генеральный консул господин Ибрагимов и очень много рабочих приезжает из вашей республики. Большое спасибо. И следующий выступающий Михаил Ильич Якушев. Михаил Ильич, у вас беспрекословный авторитет в вопросах гуманитарной внешней политики нашей страны. Вы многие годы выполняете подвижническую миссию Русской Православной Церкви, являетесь звеном связи, взаимодействия Церкви, общества. Можете ли вы рассказать о своем опыте взаимодействия с средствами массовой информации и оценить их роль в этих важнейших для общества вопросах? Вы занимаетесь анализом самых разных сфер жизни по многих странах мира, включая геополитику. На ваш взгляд, как пандемия повлияла на геополитические процессы, справедливо реупреждать, что роль религий в эти непростые времена усилилась в разных странах мира. Включил. Благодарю за возможность Александр Николаевич и Наташа поучаствовать в сегодняшней видеоконференции. Я бы прежде всего хотел бы несколько слов добавить по темам предыдущих выступающих в том смысле, что ну вот когда наш коллега из Америки говорил, я бы все-таки напомнил, что российским средствам массовой информации противостоит сама государственная политика Соединенных Штатов Америки, которая декларировала Россию как своего первоочередного врага. И поэтому все материалы по линии средств массовой информации России натыкаются на вот этот на это противодействие. И в этом смысле, конечно, если доходит вот это доброе слово, благое слово до американцев и не только русских, не только православных, то это было бы очень хорошо. Но повторяю, с учетом того, что там происходит, видимо, это слово не не доходит до них. Вторая часть по этой же теме. Вот владыка Михаил, это бывший архиепископ бостонский, архиепископ женевский, сейчас он на покое, он родился в 1947 году в Париже. И он рассказывал, что именно сохранение русского языка и русской культуры, оно было обусловлено только тем, что те дети, которые благодаря воспитанию своих родителей воспитывались, учились при приходских школах русской православной церкви, они сохранили и свою культуру, и свой язык, потрясающий язык, потому что когда ты говоришь с владыкой, то ты понимаешь, это тот язык, который мы утратили. Это язык, который был и до дореволюционный. И он очень красив. И ты понимаешь, что общение с представителями русского зарубежья, даже уже это поколение, так сказать, третье, четвертое, оно скорее больше изменило нас, как русских людей, как православных, нежели их все-таки они хранители той культуры, которую мы утратили после исхода русского исхода. В этом году мы как раз отмечаем 100-летие. Что касается по, добавлю, по Узбекистану, поскольку моя первая специальность была исламоведения и Коран я начал учить и изучать до того, как начал изучать Евангелие и даже Ветхий Новый Завет, то, конечно, знать его я бы порекомендовал всем необходимым. Но вот что касается Узбекистана, тут позиция, наш собеседник, смягчил позицию, а я, поскольку держу связь с Владыкой Викентием и с Александром Николаевичем Асафовым, помощником это светское лицо, бизнесмен, они рассказали мне более тяжелой ситуации в отношении православия со стороны местных властей. И в этом смысле я думаю, что надо, конечно, более активно работать, потому что именно с мусульманами, с духовным управлением мусульман. Когда я служил еще в Израиле, я приезжал в Мазарет и общался не только с православной общественностью, но и меня приглашали мусульмане в мечеть. Мы сидели по два, по три часа, они спрашивали, что такое православие, почему, так сказать, мы такие разные. И в этом смысле очень важно, чтобы и со стороны метрополии русской православной церкви в Узбекистане велась такая беседа, политика, разъяснение. И надо быть, конечно, в культурном отношении очень образованной, чтобы привлечь мусульман, заставить их с интересом воспринимать то, что несет вот это благое слово православного человека, образованного православного человека, русского человека, который в древолюционную эпоху сумел охватить и расширить свои просторы, свои империи, а уж после распада Советского Союза мы не смогли удержать вот эти республики, и это тема для большого серьезного анализа. Что касается, мне очень понравилось то, что говорила Анна Шафран, что мы часто пользуемся подменными понятиями в том, что касается даже этого слова нашумевшего пандемия. Действительно, это можно причислить только как к эпидемии, но эпидемия как-то может быть сложнее запоминается, а пандемия как-то легко вошла в наше сознание, но это тоже манипуляция, которая нам была навязана, и мы с этим как-то смирились, и в общем как бы в этом ничего особенного нет, но средства массовой информации делают во многом понимаете, вот эту работу по подмене понятий, и мы часто не понимаем, так сказать, и даже критически не относимся к этому, принимаем это и используем. А надо, конечно, более внимательно относиться к этой терминологии, которая в средствах массовой информации, особенно западных средств массовой информации распространена. Я помню случай на BBC, они выложили информацию по истории православия, православных церквей, католических церквей и протестантских на территории Святой Земли, в частности в Иерусалиме и в Вифлееме. И там просто такая неприкрытая ложь была использована, так сказать, и православие загнали, так сказать, на самое последнее место. И мне пришлось позвонить, слава Богу, мой приятель здесь работал на BBC, дать ему пояснение, сказать, у тебя есть возможность выслушаться перед твоими лондонскими начальниками поправить вот эту статью. И я не был уверен, что это будет сделано, но буквально через полчаса эта информация заняла достойное место, так сказать, на сайте BBC, потому что все-таки тогда они еще себя эта корпорация уважала. Сейчас же мы видим, что в условиях объявления России чуть ли не изгоем и врагом номер один для запада, коллективного запада для США, роль СМИ, наших СМИ и государственных, и церковных, конечно, возрастает. И когда мы говорим даже церковное, слово церковное, что мы понимаем под этим словом? Надо понимать, что когда мы говорим церковное, мы люди, как христиане православные, мы тоже церковными людьми являемся. Но когда мы с вами говорим церковь или церковная политика, мы с вами имеем в виду духовенство. То есть мы забываем о том понимании, что церковь во всей ее полноте состоит из двух равных частей, клириков и паства. Вот когда мы говорим слово церковное, мы подразумеваем спонтанно, что это люди, которые находят в рясах духовные лица. Но мы-то сами люди церковные, и поэтому мы как бы себя относим к светскому мирскому обществу, который не имеет отношения к церковным делам, к церковной политике. А это неправильно. Поэтому когда мы взаимодействуем вместе, сообща, то люди иногда бывают так, ну ладно, вы лектора пришлите только не в рясах, пусть он будет в галстуке, так сказать, в пиджаке. А почему? Ну, он миссионер, он нас там заставляет, более жестко, так сказать, заставляет нас, ну, чуть ли не, так сказать, не принять его позицию, как как истинно в последней станции. А вот человек в галстуке, он более, так сказать, интеллигентно, спокойно говорит нам, присылайте его. Значит, хочу сказать еще вот что. Что у нас происходит негативного? Я представляю аналитический центр КТХ, он входит в группу компаний Царьград. Я являюсь в руководитель аппарата группы компаний Царьград, и вы знаете, что недавно Google, YouTube стер всю информацию, ну, фактически закрыл, цензурировал, так сказать, уничтожил все, что касается программ Царьград ТВ. Это первый русский канал. Первый русский канал. И в этом смысле очень было важно понять, а государство будет реагировать или нет. И слава Богу, мы, в общем, не теряем надежды, не теряем своих, не прекращаем усилий по сплочению сторонников в нашем, в том числе по линии законодательной власти для того, чтобы привлечь к суду Google и YouTube за дать ответ юридически на каком основании они произвели то, что они произвели. И будут ли они подчиняться российским законом на нашей территории. В этом смысле надо сказать, что мы немножко, так сказать, наши государственные власти проспали эту тему. И поэтому сейчас необходимо сделать совместными усилиями вместе с государственными структурами то, что надо довести до конца и показать тому же YouTube и Google, что в России вести себя так нахально нельзя. И китайцы в этом смысле до нас являются примером. Вот. Ну, по-моему, все. спасибо большое. Это уже очень интересное мнение. И хочется передать микрофон у нас сегодня среди участников председатель Союза журналистов Болгарии. Дорогая Снежана, расскажите, как переживают пандемию средства массовой информации в Болгарии? И есть ли поддержка государства? Справедливо ли сказать, что в тяжелый период население стало чаще обращаться к церкви и к религии в целом? Микрофон, Снежана, пожалуйста, микрофон включите внизу. Снежана, мы вас не слышим. Микрофончик, пожалуйста, подключите. Внизу экрана нужно нажать значок перечеркнутого микрофона. Илья, вы могли бы включить микрофон Снежане? Да, Снежана, мы вас пока не слышим. быть может пока вы победите технические проблемы, Александр Николаевич. Мы продолжим. Да, я предлагаю продолжить Алене Кочкиной. Прошу поставить видеоролик Алены. Снежане. Снежане. Ну что, погнали? Давай, Вер! Три! Два! Два! Один! Погнали, Вер! Погнали, Вер! Погнали, Вер! Я сычой, Абаха! Я сычой, Абаха! Это Москва! ФГУ! Паша! Драй! Привет! Так что без лишних подкатов, букетов шоколада, гламурных подкладок, я подойду к тебе просто, скажу тебе нагло привет! Алена Юрьевна, это весь ролик? Это, да, небольшой ролик наш, презентационный. И если вы обратили внимание, у парня, который сидел и рулил этим трайком, очень счастливые глаза, но тут не видно, я объясню, в чем его проблема или особенность. Он инвалид, он колясочник. И мы предоставили ему возможность вот стать таким независимым и самостоятельным. Спасибо. Вот поэтому у меня есть несколько вопросов. Да. Замечательный ролик, замечательная деятельность, ваша работа. В случае вашей деятельности речь идет о показании помощи, содействия, поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья. Да. Играет ли в вашей деятельности роль церковь во всей этой вашей работе подвижнической? Ну, вы опытный журналист. Нужна ли вам в вашей работе поддержка средств массовой информации, либо она оказывается и какая в этом случае? Ну и можно ли ваш проект применять на территории дальневосточного федерального округа, рекомендовать в том числе и посредством через медиафорум сегодняшний? Спасибо большое, Александр Николаевич, за то, что пригласили меня. Я, к сожалению, не смогла присутствовать на онлайн-конференции фонда «Русский мир», потому что вот попала в больницу с тем знаменитым на сегодня ковидом. И сейчас я прохожу реабилитацию в небольшой деревне. И хочу сказать, что вот коллега у нас говорила, что можно скрыться в деревне, но вот иногда и в деревне нельзя скрыться. Да, в настоящий момент я являюсь директором фонда поддержки и развития мод туризма «Волна памяти». Фонду на самом деле 4 года. Он уже работал и предлагал свои разработки. Ну а я с 2014 года работала военным корреспондентом на Донбассе, в ДНР и в ЛНР. И знаете, что хочу сказать сразу? На войне и в болезни неверующих нет. Это я заявляю ответственно, так как столкнулась с этим и во время войны на Донбассе, и во время пандемии, когда лежала в больнице и видела, что происходит с людьми, которые… Ну, слава богу, я по ДВЛ не лежала, обошлись капельницами, уколами. А люди, которые лежат по ДВЛ, вы знаете, они очень часто просят, чтобы была возможность приходить священникам, по крайней мере, соборовать их там, ну как-то вот их поддержать, причастить. И я хочу сказать теперь вот о нашем проекте. Дело в том, что мы уже обращались за помощью в изготовлении трайков для инвалидов. В чем его особенность? Особенность его в том, что инвалид заезжает на трайк собственными силами, то есть он заезжает туда на своей коляске. Если вы обращали внимание, может, кто-то сталкивался, но я лично помогала не раз ребятам или девочкам-инвалидам пересаживаться в машину. Да, инвалиды могут рулить машиной, но для этого им нужна помощь второго человека. Опять же, давайте вот возьмем московский парк Царицыно. Все знают, что там даже когда приезжаешь, нормальный здоровый человек, вот эти вот перепады в ландшафте, когда тебе нужно подниматься, опускаться, они, собственно, сильно нагружают. И, как правило, колясочники, которые приезжают на колясках, они вот куда-то вот поднялись и дальше, честно говоря, многие уезжают, потому что они не в состоянии физически дальше освоить, там, проехать, насладиться парком. И в данном случае наш трайк, он предоставляет, как говорили сами ребята, которые тестировали инвалиды и девчонки и мальчишки, независимость. Для инвалида очень важно знать, что он может сам. И вот когда ребята на коляске, на своей инвалидной просто загружались на трайк, он совершенно элементарный в управлении, и начинали вот эту вот проездку, причем это было и в колонии, в мотопараде в Москве. Это было в Санкт-Петербурге на проведении мотовыставки. Сергей Бадюк, все его знают хорошо, он тоже участвовал, он помогал, он тестировал трайк. То есть одно из наших обязательных условий, чтобы человек любой комплекции, любого веса мог управлять трайком. И вот если вы заметили на видео, ребята не просто так садятся по обе стороны инвалидок, который сидит за рулем трайка. Тем самым мы показываем, насколько он грузоподъемен. И вот этот вот ролик, между прочим, помог нам сделать знаменитый хаш. Если вы зайдете на YouTube-канал, вы увидите его YouTube-канал. На нем сейчас порядка около где-то 6 миллионов подписчиков. И там специфическая такая развлекательная у него тематика. Но когда он тоже байкер, и он, встретившись с ребятами, которые придумали эти трайк, не смог пройти мимо. И на самом деле вот этот ролик он разместил и сделал своими силами. Там было порядка 20 камер участвовали в производстве этого маленького ролика, чтобы показать трайк со всех сторон. Он нам это сделал бесплатно. Хотя вы знаете, законный рынок, особенно когда у тебя много подписчиков, диктует свои условия. Мы обращались в инстанции, мы даже хотели провести, правда, пандемия немножко нам помешала, но я надеюсь, что она закончится, и мы все-таки сможем это сделать. И вот вы знаете, наверное, Александр Николаевич, к вам обратимся за помощью. Мы хотим сделать такой мотопробег. Мотопробег трайков вот с Москвы до Владивостока. Честно говоря, мы как бы это уже все разработали, мы это предоставляли. Конечно же, ребята не будут ехать всю дорогу на трайке, это будет сопровождение, но определенные участки они будут преодолевать на своем трайке. Тем самым, кстати, мы можем потестировать и дорожное покрытие. Алена Юрьевна, это вопрос не ко мне, а к институционному агентству Прима-Медиа по поводу организации этого пробега. Я думаю, что мы, конечно, поддержим, и когда будете из Москвы во Владивосток ехать, обязательно заезжайте в Брабиджан, мы вас обязательно горячо встретим. Спасибо, Алена, за ваш проект. Видно, с какими горящими глазами вы о нем говорите, насколько он действительно интересен. Наталья, я предлагаю, может быть, Алена еще несколько слов ближе к теме сегодняшнего круглого стола, привлечение проекта к теме. Я хочу сказать, что, знаете, вот у каждых спецслужб есть свои святые. Например, вот ВДВ – это Илья Пророк. Альфа – это всегда приезжала на Донбасс, представители от Альфы приезжали на Донбасс с иконой Богородицы Семистрельной, которая мироточит, которая там находится. Мы привезли на самом деле на Донбасс очень много святынь, которые сейчас находятся в центральных храмах ДНР и ЛНР. Я лично на своей машине привозила их из Москвы. И я хочу сказать, что вот немножко как-то вот байк движения вылилось из этого контекста, хотя вы прекрасно знаете, что ребята, байкера, они всегда участвуют в благотворительности. Это люди глубоко верующие, ну, в основной своей массе. И хотелось бы, конечно, вот еще предложить от нашего фонда святого для байкеров. И, знаете, вот мы долго думали, кто же соответствует более-менее вот такому специфическому образу байкеров. И решили, что, наверное, это Иоанн Новгородский, по истории жизни которого был снят фильм, вот, честно говоря, сейчас выпал из головы, когда так, бес и монах, монах и бес. Это вот по этой истории был снят, это действительно записано, это все хранится, это все есть. И на самом деле я хочу сказать, что тема православия в любой теме, в любом направлении имеет важное, даже не важное, основное значение. Потому что, еще раз повторюсь, на войне и в болезни неверующих людей нет. И вы знаете, вот ребята, которые пострадали в результате ДТП из байкеров, пострадали в результате какого-то несчастного случая, как правило, они все оказываются в результате, даже если они не верили до этого, они оказываются в храме. Ну, как-то вот так вот, конечно, хотелось бы, чтобы люди приходили туда из-за радости, но, как правило, получается, мы приходим туда из-за каких-то проблем. Это вот я лично увидела и на войне, когда мы приезжали с иконой на передовую, ребята подходили к ней прикладываться, и некоторые просто стояли вдалеке. И я помню, что ко мне подходит один парень, ему едет, наверное, там 28-29 до 30, ополченец. Он спрашивает, говорит, а что это за икона? Я говорю, ну, как бы это икона, которую вот передал спецназ Альфа, которая побывала в горячих точках. Теперь список иконы, вот мы возим его купить домой, чтобы он защищал наших защитников. И он на меня смотрит в смысле Альфа, я говорю, да, спецназ Альфа. Вы знаете, он подбежал к этой иконе, он застоял и спрашивал, я ни разу не крестился, что мне делать? Ему говорят, ну, вот складываешь руки так, крестишься, прикладываешься. Он говорит, что значит прикладываешься, целуешь икону. И очень многие после нашего приезда крестились на передовой. Очень много это спасло, были, ну, масса чудес, на самом деле, вот благодаря помощи Божьей, когда ребята оставались живыми. Когда вот крестный ход, который ходил в Донецке и уходит до сих пор, просто вставал на колени, молился за отряды, которые были на устаур-могиле, и люди выходили живые. И вот, вы знаете, наверное, вот после приезда моего с Донбасса, вот предложение заняться работой фонда поддержки развития мототуризма именно инвалидами, оно как-то оказалось созвучным, потому что, ну, вот с первых дней войны я делала очень часто интервью, записывала с инвалидами. Но вы знаете, в чем разница? Когда люди на войне, они немножко духом другие. И когда они оказываются инвалидами, после какого-то там случая, да, вот произошедшего на передовой, у них все-таки вот позитивное настроение вокруг их друзья. То же самое вот, что касается байкеров. В любом случае это сообщество, которое поддерживает своих. Но есть же масса инвалидов, которые оказались один на один. И если мы можем помочь им стать независимыми, стать людьми, которые могут путешествовать, просто сами путешествовать, я буду считать, что наш фонд, в общем-то, ну, с божьей помощью как бы внес лепту вот в помощь людям с ограниченной ответственностью и людям, которых я называю... Возможностями, да? Да, да, с ограниченной ответственностью. Большое спасибо, большое спасибо. И прежде всего за вашу работу, за вашу деятельность. Наталья, я хотел уточнить, Снежана Тодорова готова? Да, мы видим, что у Снежаны включился микрофон. Снежана, еще раз, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать. И повторю вопрос, как переживают пандемию средства массовой информации Болгарии, если поддержка государства, справедливо ли сказать, что в тяжелый период население стало чаще обращаться к церкви и к религии? Здравствуйте, вы меня слышите сейчас? Да, очень хорошо я слышу. Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое за приглашение. Очень приятно участвовать, с большим интересом прослушала выступления уважаемых участников конференции. Еще раз желаю успехов вам, всего самого-самого доброго. Мы встречаемся в очень непростое время, как вы правильно отметили, вот в этот период эпидемии, когда мы все боремся с коронавирусом, с COVID-19. Конечно, проблем очень много, в том числе и у средств массовой информации в Болгарии. Вы знаете, что журналисты у нас, как мы часто повторяем, работают на первой линии. Несмотря на то, что сейчас в Болгарии снова локдаун, несмотря на то, что многие учреждения работают дистанционно, рестораны, кафе, школы вообще закрыты, магазины большие закрыты, только продуктовые работают. Но несмотря на все это, конечно, журналисты на своем посту, потому что они должны освещать, должны сообщать о том, что происходит в стране и как мы боремся с этой эпидемией. К сожалению, результаты в стране у нас сейчас не очень хорошие, в смысле большое количество заболевших, к сожалению, и высокая честердность. Но я считаю, что журналисты очень ответственно относятся к своей обязанности информировать общество. И, конечно, они работают и выполняют свой профессиональный долг. И, конечно, наш закон первый в журналистике – это сообщать правду. Даже когда она порой бывает очень-очень нелицеприятная. Поэтому я поздравляю своих коллег. Думаю, что они, конечно, работают ответственно, несмотря на трудности, несмотря на то, что среди журналистов тоже много заболевших. Не могу сказать, что государство каким-то образом помогает журналистам, даже наоборот. Мы сегодня тоже, я буду после обеда участвовать в одной конференции, в которой будет наш евродепутат, он организатор. И будем вместе с представителями разных министерств, в том числе и министра культуры. Будет участвовать министра культуры. То есть мы будем настаивать на том, чтобы журналисты, конечно, выделили определенную помощь в этих очень сложных условиях. Что касается церкви, могу вам сказать, что вы знаете, наверное, что в Болгарии в силу нашей очень трагической истории, пять веков мы были под турецким рабством. И, конечно, церковь сделала очень много для сохранения болгарского языка, культуры, для сохранения книг. И к церкви в Болгарии относятся с очень большим уважением. Церковь, как понятно, отделена от государства. Но в эти дни, особенно тяжелые, конечно, многие обращаются и посещают наши религиозные храмы. Я могу вам сказать, что вот наши религиозные учреждения и храмы, и церкви православные, и мечети, и синагоги работали, несмотря на локдаун, который был объявлен и первый раз в стране, и вот сейчас второй. Они были открыты для всех верующих. И мы считаем, что это было правильно. Конечно, там были определенные меры предосторожности. Нужно было соблюдать дистанцию, нужно было при посещении обязательно быть в масках. Но то, что церкви открыты, и то, что люди могли получать, те, кто хотели, и психологическую поддержку именно посещать церкви, и храмы, и мечети, все это, конечно, мы считаем, очень помогло. И огромное спасибо, что они не закрывают свои религиозные дома для всех верующих. У нашей православной церкви, точно так же, как и у мечети, есть свои средства массовой информации. Они публикуют и пишут обо всем, что волнует верующих людей в нашей стране. Между прочим, сегодня у нас в Болгарии большой праздник. Сегодня День Святой Анны. Так что я поздравляю вашу участницу Анну. Вот с именинами в Болгарии мы этот праздник отмечаем. И мне особенно приятно, что здесь присутствуют представители фонда «Русский мир». Мне тоже хочется поприветствовать и передать вам самую большую, самую нашу искреннюю благодарность за то, что в этом году, благодаря очень большой поддержке фонда «Русский мир», мы организовали большую конференцию с участием правления Союза журналистов России, посвященную 140-летию установления дипломатических отношений между Болгарией и Россией. Я пользуюсь случаем также передать самые горячие приветы и поздравления федеральному агентству «Россотрудничество». Я знаю, что в этом году будем отмечать 95 лет с дня создания федерального агентства и 45 лет российскому культурно-информационному центру в Софии. Мы готовимся к этому празднику и будем рады видеть вас в Болгарии. Всегда-всегда ждем вас. Сейчас мы сотрудничаем очень хорошо с Союзом журналистов России и с региональными структурами. У нас есть договора с рамами разными региональными структурами, и с Тюменьской области, и с Красноярском, и с новыми республиками, и с новыми государствами, которые были созданы после распада Советского Союза. Так что сотрудничество с советскими людьми и с людьми России продолжается, и очень хотим с вами дружить. Ждем вас в Болгарии. Спасибо большое, дорогая Снежана, за этот позитивный настрой. С праздником вас! Спасибо. Я хочу передать микрофон в Германию. С нами на связи отец Венедикт. Уважаемый отец Венедикт, вы являетесь представителем Свято-Георгиевского мужского монастыря Берлино-Германской епархии Русской Православной Церкви. И это единственный такой монастырь в Германии. Как братья пережила период пандемии, и как выстроены отношения с руководством Германии у представителей Русской Православной Церкви? Добрый день, дорогие друзья. Друзья, спасибо большое еще раз за очередное приглашение на ваш прекрасный форум. Мне всегда радостно в нем принимать участие и знакомиться с новыми людьми, видеть таких серьезных людей, тем более, в числе которых мне сегодня предстоит быть. Перенесли мы этот кризис, надо сказать, достаточно хорошо. Во-первых, слава Богу, никто не заболел. Несмотря на то, что мы монастырь, через нас проходит довольно большое количество людей. К нам приезжают люди разных национальностей и даже разных исповеданий, разных взглядов. Мы со всеми общаемся, но как-то Бог нас миловал. Потому что были храмы, где это распространялось, но мы нет. Здесь можно разные оценки давать. Является это пандемией, не является. Мы все-таки приняли точку зрения Всемирной Организации Здравоохранения и подчинились требованиям нашего правительства. Мы сразу же исключили предметы общего пользования. То есть мы убрали аналойную икону, чтобы люди ее не целовали. Мы ввели причащение одноразовыми лжицами для того, чтобы никакая флора не передавалась от одного человека другому. Не у всех это вызвало понимание. И поэтому мы оказались на передовой информационной борьбы. Потому что почему-то наш народ склонен к крайним точкам зрения. И мы оказались между молотом и наковальней. Между крайними ковид-диссидентами. И наоборот крайними сторонниками мер, которые говорят, что вообще никто не должен видеться, ни с кем должны сидеть дома. И приходилось как-то две эти позиции примерять. Потому что, с одной стороны, мы не можем отрицать существование вируса и его опасность. Опасность заразиться, по крайней мере. И потенциальную летальность. С другой стороны, мы не должны доходить и до коронабесия. Была очень распространенная такая вещь среди прихожан, которая называется фидеизм по-научному. То есть, это современные атеисты сказали бы верунство. Фидеизм, на самом деле. Этот термин введен был католиками, который ставит личную веру во что-то условием исполнения того, во что человек верит. Ну, то есть, все, наверное, слышали точку зрения, что если я не верю в то, что я заражусь, значит, я никогда не заражусь. Нам пришлось рассказывать людям, что Бог – это не какая-то машинка по исполнению их желаний. Что мы точно такие же создания Бога, как и этот вирус. А вирус, он создан таким образом, что он внедряется в клетки человека, в них раздражается. Там себя реплицируют и дальше воздушно-капельным путем распространяются. Ну, то есть, нам пришлось как-то призывать людей все-таки в разумных пределах стараться соблюдать эти ограничения. Потому что это, в первую очередь, прозаповедь «Не убей». Ни для кого, я думаю, не секрет, что немало наших прихожан – это все-таки люди старшего и пожилого возраста. И они гораздо более подвержены этому всему. А ситуация в Германии, она с самого начала начала складываться не самым лучшим образом. И заболеваемость в процентном соотношении была даже повыше, чем в России. Сейчас мы сравнялись. Почему? Потому что правительство максимально откладывало введение каких-то мер, а потом решило все, ну, сразу локдаун. Вы помните все эти мартовские меры. Мартовский, не мартовский, а когда-то там весной или летом был митинг первый, когда ковид-диссиденты вышли, пытались штурмовать с имперскими флагами Рейхстаг. Вот о нем Анна Шафран говорила в своем выступлении, об этом именно митинге. Нет, это был первый митинг еще раньше. Сейчас был второй, да, но я хотел бы тоже представить альтернативную точку зрения на эти события, потому что разгоняли митинг не потому, что он не санкционированный. Санкционированных митингов в Германии в принципе не бывает, здесь другой принцип. Здесь нужно просто уведомить полицию о том, что массовые мероприятия проводятся. Но это достаточно не письмо даже писать, а просто позвонить. Вы знаете, мы собрались, нас здесь 10 тысяч человек. И это было сделано, потому что на 10 тысяч человек, присутствующих на этом митинге, было 2 тысячи полицейских. Почему я это знаю? У нас один из наших прихожан, очень хороший, он полицейский. Поэтому я вживую это с ним обсуждал. И там собрались, скажем так, сторонники крайних взглядов, не только ковид-диссиденты, но и крайних взглядов политических. Там было очень много сторонников партии «Альтернатива для Германии», «Пегида», очень много «Райхсбюргеров», это такая, знаете, как граждане СССР в России есть, а-ля «Секта». Точно так же есть «Райхсбюргеры», которые считают, что они граждане Германской империи, которую никто не отменял и не упразднял. Там собрались практически все те, кто имеет какие бы то ни было претензии к германскому руководству. И, во-первых, сейчас все массовые мероприятия запрещены, в том числе и митинги, потому что это вопрос безопасности граждан. А, во-вторых, там начались просто нападения на полицию. Вот в Янисе, нашего прихожанина и моего товарища, в него летом, например, кинули велосипед. Батюшка, про митинги мы, в принципе, поняли, что там очень-то сурово, а количество прихожан в этот период сократилось или увеличилось? Количество прихожан сначала сократилось, потом увеличилось. Я могу объяснить, почему. Меры вводились постепенно. Сначала закрыли все. Весной мы были полностью закрыты. И мы тоже пошли навстречу властям. Мы закрыли полностью монастырь. Потом разрешили религиозные собрания до 20 человек. Вот. И к нам стали приезжать люди, которые не смогли попасть в другие храмы. Из Берлина, из Потсдама, из каких-то других мест в Бранденбурге. Потому что просто не могли войти. Если у нас храм большой, а людей мало, потому что мы расположены в маленькой деревне, то в Берлине наоборот. Земля дорогущая, и там храмы маленькие, а очередь периодически стоит на улице, на причастие. И не все могут даже войти. Поэтому количество прихожан у нас выросло, а потом постепенно выровнялось. Спасибо большое вам. Главное то, что болезнь братьев монастыря не затронула. Это отрадно. Бегите себя. Потому что в этот непростой период, конечно, нужно выстоять. Спасибо большое. Спасибо за полноценную информацию о опыте Германии, о ситуации в Германии. И, уважаемые коллеги, друзья, мы завершаем основную повестку. И завершается. Сергей Юрьевич, вы опытный руководитель важнейшей структуры Института Русского Зарубежья. Вы знаете жизнь, быт, чаяния в соотечественниках в странах Восточной Европы, особенно бывших республиках Советского Союза, Украина, Молдова. Как вы считаете, какую роль в жизни этих людей играет Русская Православная Церковь? Каким образом должны работать средства массовой информации, взаимодействия с обществом, Русской Православной Церковью, для поддержки наших соотечественников за рубежом? И можете ли вы привести примеры такой деятельности, такой плодотворной работы? Спасибо большое, дорогие друзья, дорогие коллеги. Я очень рад видеть знакомые лица. И, знаете, это все-таки есть какие-то позитивные моменты, в том числе и то, что сейчас, находясь в Москве, мы легко принимаем участие в мероприятии, организованном на Дальнем Востоке, ну, как, собственно говоря, в этом большом нашем глобальном русском мире. И все это проходит под такими замечательными брендами, как «Русский мир», как «Добрые новости». Это, конечно, очень хорошо, но очевидно, что время сегодня не просто сложное. Время сегодня такое переходное, которое, очевидно, многое меняет, и осмысление вот этого вот перехода, наверное, является очень важной частью вообще интеллектуальной деятельности в наше время. И выступать последним, обычно говорят, всегда сложно, потому что все умное уже сказали до тебя, но одновременно я-то не всегда был согласен с этим тезисом, потому что есть другая возможность. Есть возможность послушать умных людей и потом привязаться, примазаться к этому уму, и, так сказать, повторить, и, может быть, где-то даже развить те мысли, которые были высказаны для тебя. Вот, и я хотел бы сейчас вернуться к тезису, который обозначил Михаил Якушев. Говоря о том, а что мы вообще понимаем, когда имеем в виду церковь, да, и я бы даже дополнил, а что мы понимаем, когда мы имеем в виду средства массовой информации. И такой вообще провокативный вопрос, а может ли быть церковь в Фейсбуке? Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, потому что вот то время, которое мы сейчас переживаем, это связано, в том числе и, Александр Николаевич, с вашим вопросом. Ведь мы, конечно, тут не является дискуссионным вопросом о том, что какова роль церкви для жизни наших соотечественников. Уже в первом выступлении абсолютно точно было обозначено, что русскость, идентичность, традиции, русские общины сохраняются там, где есть русский храм. Это первоначало, да, это позволило сохраниться и первой волне русской эмиграции, да, те, кто остались русскими, они во многом остались благодаря церкви. И русский мир, конечно, держится во многом благодаря того, что есть это религиозное начало, есть православие, без которого русского мира нет. Как бы при всем уважении мы всегда, русский мир – это идея универсалистская, да, мы всегда будем стремиться к сотрудничеству с другими конфессиями, с устанавливать партнерские отношения, но наша база – это русский язык, русская история, русская вера, да, православие, и об этом всегда нужно помнить. Ну, так вот, что со СМИ? СМИ меняются. И сегодня часто, даже если телевизор стоит в доме, часто он выполняет функции нетрадиционные, да, вот привычного телевидения, как мы его знаем там с нашего детства, а он скорее некое устройство, которое позволяет выходить в тот же глобальный мир, в котором мы сейчас с вами находимся, да, и смотреть по стриму фильмы, которые мы сами себе подбираем, смотреть те передачи, которые мы подбираем, и смотреть тот же YouTube, который, как только что было правильно очередной раз обозначено, зачастую работает, ну, совсем не так, как бы мы это хотели, как и все остальное, как тот же Facebook. Я очень хорошо помню, как мы, столкнувшись со всеми вот этими проблемами нынешнего года, проводили одно из первых своих мероприятий на платформе Zoom, и наш замечательный эксперт Дмитрий Геннадьевич Евстафьев еще на этом первом мероприятии сказал, ну, ребят, вы должны помнить, что вообще-то эта матрица, в которой мы сейчас находимся, она не наша, и будет очень сложно войти, воспользоваться этой технологией в наших целях. И вот я думаю, что это слова были такие, в значительной степени, не пророческие, поскольку очень сложно выйти за пределы вот этого не совсем человеческого общения. С одной стороны, мы с вами здесь все вместе, с другой стороны, нам явно чего-то не хватает. Нам не хватает запахов, нам не хватает глаз рядом, нам не хватает понимания того, что мы можем даже в кулуарах пообщаться, потом что-то обсудить такое, что обсуждать нужно. То есть здесь есть некая определенная роботизация сознания, которая напрямую связана с расчеловечиванием. И соотечественники, конечно, в этом году с этим столкнулись. Причем соотечественники, давайте будем откровенны, те, которые в значительной степени были, скажу плохие слова, разбалованы возможностью приехать в Москву на ежегодные тусовки, самые разные, и за бюджетные средства, так сказать, в очередной раз не ценя, на самом деле, до конца, то, что они имеют, пообщаться, в том числе и в кулуарах. Это большая проблема. Как, кстати, соотнести вот возможность этих наших регулярных встреч, и то дело, которое должно в этих встречах делаться. Встречи не должны быть только тусовками, за ним должны быть что-то более серьезное, более технологичное даже, чтобы не приходилось уходить вот в этот формат без личного контакта. Но, очевидно, мы столкнулись с ситуацией, когда вроде бы глобальное сообщество, глобальные технологии, глобальные коммуникации оборачиваются, странное дело, расчеловечивание. То есть нам не хватает человека. Заметьте, что этот процесс, он вообще такой вот, какой-то абсолютно директичный, потому что одновременно, ведь кого сегодня больше всего, адепты глобализма, упрекают в том, что там мало человечности, кто сознательно по большому счету кого расчеловечивает. Я имею в виду, конечно, ту самую национальную политику, которая происходит на глобальном уровне в отношении России и русского мира. Потому что те технологии инвестиционной манипуляции, которые в том числе и запущены в настоящее время по полной программе, конечно, направлены на то, чтобы расчеловечить образ России, расчеловечить понятие русский мир, по большому счету расчеловечить русского человека как человека. И это в нынешнем году проявляет себя во всех, так сказать, комбинациях, говоря о русских людях, я имею в виду и друзей России, представителей русского мира, всех наших друзей, которые, ну, мы же видим, что, да, сделать любого друга России нерукопожатным, это тоже одна из тех целей, которые сегодня абсолютно четко обозначены. при этом нам нужно, мне кажется, быть самокритичным, потому что нужно всегда ставить вопрос, а насколько эти все попытки, которые показывают, на самом деле, зачастую свою эффективность, не основываются на неких внутренних причинах того, что у нас есть. А у нас действительно есть, ведь, достаточно большие проблемы с точки зрения диалога власти общества, например, с точки зрения развития горизонтальных связей, с точки зрения того, что называется, на самом деле, интеллектуальной работой, насколько сегодня наша общественно-политическая сфера является интеллектуальной емкой, насколько человек знаний, человек будущего, он востребован с точки зрения принятия неких практических, политических, в том числе решений. Это большая проблема, и на этом паразитируют те, кто как раз занимается расчеловечиванием русского мира и расчеловечиванием России, расчеловечиванием русского, не знаю, глобального человека. Это тоже нужно иметь в виду, это тоже нужно обсуждать. Но в чем здесь наши, мне кажется, возможности, в том числе с точки зрения наших соотечественников за рубежом и с точки зрения тех вещей, которые нас всех объединяют. Вот опять же, что такое церковь, что такое религия. Федор Михайлович Достоевский, наверное, один из самых известных брендов русского мира на глобальном масштабе, 200-летие, которое мы будем праздновать в следующем году, о чем я еще поговорю. Вот преступление наказания говорит устами Мармеладова, что человеку нужно, чтобы было куда-нибудь прийти. Человеку нужен человек, говорит Тарковский в замечательном фильме «Солярис». И вот эта вот человечность русской культуры, на самом деле, она полностью всегда компенсировала, может быть, некую бесчеловечность русской политической системы. И если сегодня мы столкнулись вот этой проблемой расчеловечивания, то я абсолютно убежден в том, что очеловечивание нашей большой социально-политической системы, нашего большого русского мира и борьба с нашим искусственным расчеловечиванием должна базироваться на том огромном интеллектуальном опыте, который дает, собственно говоря, русская культура и русский опыт цивилизационной деятельности. И это, конечно, огромная интеллектуальная задача. И в этом отношении без возвращения интеллекта на уровень социально-политической деятельности, ну, я не думаю, что мы сможем справиться с теми вызовами, которые показал нам этот год. Далее. Очевидно, что почему те проблемы, которые у нас сейчас есть, и почему мы таким образом из этой матрицы нам навязанной, расчеловеченной, очень с трудом выходим. Да, по большому счету, потому что все это является продуктом нашего хождения в этот самый глобальный мир, который изначально строился с целью атомизирования нашего общества. В значительной степени последние волны русской эмиграции это продукт нашей социальной атомизации, причем атомизации искусственной, атомизации, связанной с разрушением единого государственного пространства, а потом еще и попыткой разрушения единого цивилизационного пространства. Собственно, проект глобального русского мира это и была, в том числе попытка каким-то образом здесь что-то собрать, именно поэтому на нее обрушилась такая, так сказать, атака критики, вплоть до того, что сегодня даже в самой России раздается голоса о том, что вот концепция русского мира дискредитирована, и от нее постепенно нужно отказываться, я считаю, что-то безумие и ни в коем случае нельзя поддаваться на вот эти вот внешние провокации, поскольку цивилизационная борьба, а на самом деле нынешний год показал, что мир сегодня все жестче делится именно по цивилизационному принципу, это вообще серьезная вещь, и здесь если ты что-то сдаешь, то ты потом это не отыграешь назад. Я сейчас постепенно заканчиваю и возвращаюсь к тому, что я сказал. Я сказал, что 2021 год это год 200-летия Федора Михайловича Достоевского, мы к этому уже все готовимся, я думаю, уверен, что и в фонде русский мир будут мероприятия, и все соотечественники будут отмечать это событие, при этом это удивительный год, ведь это одновременно еще и год 140-летий со дня его смерти, а даже я более того скажу, дорогие друзья, вот мы сейчас переживаем время, и об этом пока еще никто не говорил, я, может быть, имею шанс быть первым, хотя, конечно, кто-то умный уже сказал об этом, я обратил на это внимание, мы фактически часто должны отмечать 160 лет со дня формулировки понятия русский мир, потому что впервые само понятие русской идеи, понятие русской идеи, потому что впервые понятие русской идеи было сформулировано тем же Федором Михайловичем Достоевским в объявлении на подписку журнала «Время» на 1861 год, правда, это объявление само было опубликовано в октябре, то есть, вот как раз сейчас 160 лет мы и должны отмечать, и в этом тексте Федор Михайлович написал, что на самом деле мы уже не отгородимся китайскими стенами от всего человечества, и очевидно, предназначение русское это предназначение всечеловечное, и может быть русская идея и будет синтезом всех тех идей, которые так героически, так упорно, как писал Федор Михайлович Достоевский, проговаривал Европу в отдельных своих национальностях, то есть, русская идея была сформулирована как универсалистская ценность, и я думаю, что переживая, заканчивая этот сложный год, и готовясь к следующему, я думаю, тоже очень сложному году, я думаю, нам нужно помнить, что русский мир, русская идея, это идея универсалистская и наша церковь эта церковь универсалистская и возможность перехода через некие наши национальные такие квартирки, национальные мерки, она одновременно должна быть основана на универсалистской русской национальной традиции и на огромной глобальной русской И национальной культуре. Вот сохранение и примирение этих двух начал, я думаю, и позволит нашему глобальному русскому миру справиться с теми вызовами, которые, очевидно, стоят и которые нам поставил, так четко обозначил этот сложный 2020 год. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Александр Николаевич, прошу вас подвести такой резюме нашей встречи. Спасибо, конечно, Сергею Юрьевичу. Все заслушались. Очень важная информация, важное сообщение, интересное. Наталья, мы с вами обещали, что в конце, по итогам, мы попросим участников высказаться коротко. Может быть, у кого-то есть комментарии, вопросы к выступающим. Поэтому предлагаю наше обещание, наше слово держать. И, уважаемые коллеги, уважаемые участники сегодняшней встречи, сегодняшнее мероприятие, есть ли вопросы к выступающим, предложения, комментарии, коротко, если можно. Работаем два часа уже. Пожалуйста. Михаил Ильич Якушев, Наташа, вижу, хочет выступить. Спасибо, Александр Николаевич. Я в своем выступлении хотел затронуть тезис вызова Русской Православной Церкви в нынешнем году и упустил этот момент, но хочу сказать, что, наверное, самым крупным вызовом стала угроза сохранения единства православия. И в этой связи тот раскол, который обозначился в 2018 году, продолжался в 2019 году, и в этом году эта тема все-таки очень актуальна. Если вспомним, в феврале было как раз межправославное совещание в Амане с участием предстоятелей большинства поместных церквей, которые были не согласны с политикой Фонары и Варфоломея. Надо сказать, что вот в своих выступлениях в 2018-2019 годах я все-таки поменял акцент вот именно с негативного или, так сказать, с проблемного на более положительное. Вы говорите доброе слово. Здесь в этом смысле я даже сейчас вижу какую-то благую весть. То, что происходит в лоне православия, потому что этот раскол, он необходим православной церкви, вселенской православной церкви, потому что он зрел уже десятилетиями, начиная с, так сказать, после революционного периода и дошедшего до наших дней. Слава Богу, так получилось, что те, так сказать, наши американские, так сказать, как их называют, партнеры помогли нам в этом смысле несказанным, потому что они заставили все-таки Варфоломея пойти на этот шаг. Но не понимая, поскольку они не понимают, что такое промысел Божий, они тем самым, так сказать, дали старт началу очищения православия, потому что то, что отпадает сначала, так сказать, Константинопольская церковь, Элладская церковь, потом Александрийская, а сейчас еще и Кипрская церковь, говорит о том, что все-таки греческий элемент, греческая солидарность, она в угоду, так сказать, своим узкоэтнофилитическим интересам пошла на то, что она выпадает фактически из семени православных народов. И даже если кто-то еще присоединится к ним, не надо в этом смысле для русской православной церкви, это не должно быть проблемой, потому что предательство православия, нарушение канонов и положение вселенских соборов говорит о том, что православию нужны все-таки пусть не большое количество, так сказать, поместных церквей, а те, которые верны преданиям и положениям, которые принимались на вселенских соборов, отцами церкви. Поэтому вот этот момент я бы хотел обозначить с тем, чтобы наши СМИ чаще делали упор на это. — Большое спасибо, Михаил Ильич. Уважаемые коллеги, мы благодарим всех за терпение. Предлагаем завершать. Наталья, насколько я понимаю, будет подготовлен информационно-итоговый материал. — Безусловно. — Это документ, насколько я слышал, понимаю, будет направлен в соответствующие структуры, инстанции для того, чтобы придать импульс развития и православному медиафоруму, и впервые проводящейся международной сессии форума. Большое спасибо всем участникам. Сегодня был трудный, полезный, перспективный разговор, диалог. — Я также хочу, в свою очередь, всех поблагодарить за этот интересный, содержательный разговор. И мы все понимаем, что в период такого изменившегося мира, в новых реалиях, кто-то напуган информационной атакой, как говорила Анна Шафран, информационным терроризмом, когда нас просто запугивают действительно сводками с ковидных фронтов. Мы потеряли почву под ногами, оставшись запятыми в своих квартирах в период самоизоляции. И ответы на многие вопросы мы ищем, конечно же, в Русской Православной Церкви, в нашей религии, обращаясь к Богу. И надеемся, что на площадках медиафорума «Доброе слово» все эти обсуждения действительно приведут к тому, что и в наших средствах массовой информации будет больше добрых слов, будет больше позитивных примеров, созидательных новостей, потому что нужен информационный баланс, и самое важное – выстоять нам всем в этих непростых условиях. А новые вызовы перед Русской Православной Церковью, конечно, поставила эта пандемия. Мы уверены, что Церковь с ними справится, справится и выйдет на новый уровень коммуникации, потому что на площадках нашего форума поступает очень много самых разных запросов от разных социальных групп, в том числе и на большую пропаганду наших традиционных семейных ценностей от Русской Православной Церкви и на больший контакт с соседствами массовой информации. Благодарю всех участников и зрителей этой встречи. Напомню, что третий Русской Православный Медиафорум «Доброе слово» будет проходить до 11 декабря в виртуальном формате. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Доброе слово», там выложена программа и ссылки на эфиры. До встречи на наших онлайн-початках. Берегите себя. Продолжение следует...